Слава Богу! У меня есть стих. Я хочу с вами поделиться этим стихом. Но перед этим я хочу напомнить одно место Писания. Слово Божье говорит, что Господь есть пастор наш. Аминь? Аминь. Он вводит нас куда? К злачным пажетам. И Он заботится и пекается о нас. Но если мы бываем непослушными, Он тоже бывает свои меры принимать. Правда? И вот здесь еще написано, Иова, 5 глава, 18-й чешок. Ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их. Он поражает и Его же руки врачуют. Аллилуйя, аминь. И Иоанна 10, 28 написано. «Овцы мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Так говорит сам Господь. У меня есть стих, он называется «Пастырь», то есть «Пастух». Поделюсь с вами этим рассказом, так как это воспринял мой слух. На зеленых долинах Кавказа кочевался садами пастух. Был он опытный, добрый и старый, свое дело до тонкостей знал. Пас овец, большую отару, и по имени каждую звал. Он приводил их всегда к водопою, позволял им в тени полежать. Лишь одна не давала покоя, норовила куда-то сбежать. Ей хотелось найти что-то лучше на вершинах обрывистых скал, В непролазных терновых колючках, а пастух терпеливо искал. Жаль такую отправить под ножик, жалко, если двери задушат. Что не делал никак, он не может научить послушанию ее. Но однажды решился и строго непослушную на руки взял И сломал ей переднюю ногу, и тут же тщательно перевязал. Вырывалась она и кричала, и смотрел с отраданием пастух. Так овечку свою приучал он проявлять послушание дух. Две недели пришлось с ней носиться и к траве, и к водичке, и в тень. После стала овечка проситься, чтоб носил он ее целый день. Подойдет и в колени уткнется, норовит только идти с ним рядом. А пастух лишь слегка улыбнется, вот теперь не придется следить. Когда в пропасти мчишься беспечно, и когда к наставлениям глух, Тогда Богу придется, конечно, проучить, как овечку пастух. Пусть не катятся горькие слезы, когда Бог причинит тебе боль. Эти скорби даются для пользы, управлять твоей жизнью позволь. Сохранит от ошибок и муки, в твоей жизни пойдет впереди. У него очень добрые руки и блаженный покой на груди. Пусть эта повесть вразумит и научит слушать пастыря доброго глад. И тогда уж ничто не разлучит от общения с Господом нас. Аминь. Да благотворит каждого Господь. И чтобы возлюбить Бога, нужно больше о Нем думать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok